Всем привет! Сегодня я расскажу, как менять текст в установщике Windows. Нам для этого пригодятся две программы GMagics и ресурс-хакер. Ссылка на GMagics будет в описании, а ресурс-хакер лучше найдите сами. Нам также пригодится ISO образ. Нам надо перейти в него, открыть еще одну папочку. И еще нам надо создать папку bootvim. Вот так вот. И нам нужно отсюда вытащить bootvim. Вот он. Вот так вот делаем. У нас теперь в одной папочке источник, bootvim и папка bootvim. Теперь открываем сам GMagics. Вот он. Переходим на вкладку mount. И в разделе mount point нам нужно выбрать вот эту папку и bootvim, который мы только что создали. У меня это OneDrive Desktop. И вот он наш bootvim. А теперь в раздел source нам нужно выбрать вот этот bootvim как раз. Вот он. Здесь на image ставим двойку. Это у нас Microsoft Windows Setup. И ставим здесь галочку. Жмем mount. Теперь просто ждем. Вот он у нас довольно быстро подошел к концу. Выбираем заранее вот этот раздел. Жмем comment changes. И дальше не трогаем. Переходим в bootvim. И у нас полностью смонтированный наш инсталлятор. Нам надо перейти в папку sources. А дальше нам нужно выбрать язык установщика. У меня система русская, поэтому мне надо перейти в Ruru. Если у вас будет английская, вам надо будет и нас. И так далее. Вот. Переходим в Ruru. И здесь ищем файл под названием v32ursdlo.moe. Вот он. Теперь нажимаем. Нет, не нажимаем. Просто копируем. Вот. Вставляем его хоть сюда. Теперь мы его открываем с помощью ресурс-хакера как раз. И теперь мы можем делать абсолютно все, что угодно. То есть вот мы видим все диалоги, даже те, которые не используются. Вот. Сразу же заранее хочу сказать, что нужно менять не в тексте, а вот в этих стринках. Вот эти стринги, про них забывать не надо. И их обязательно тоже менять. Вот. У нас, например, здесь кнопка далее. Подробнее. Закрыть. Подготовка файлов для установки. Я покажу что-то одно. Ну вот я, как обычно делаю, вот этот пункт обновления убираю. Да, элементы я советую не удалять и делать их длиной в один пиксель. То есть вот два на два, например. И все. И мы его просто вот перекрываем. И делаем вот так вот. Все. Я по факту вот поменял. Еще я один совет дам. Здесь, по-моему, какая-то ошибочка есть в ресурс-хакере. А, вот. Состояние. Смотрите. Вот я хочу поменять состояние, например. Привет, как дела? Вот. И у нас тут 0, 0, 0, 0, 0, Е. И мы если нажмем... Да, чтобы вот сохранить изменения, нам надо нажать Compile. Вот. И у нас здесь вылазит ошибка. А здесь мы Е просто заменяем на 0. Это единоразовый случай. Больше такого нигде не будет. То есть вот... Бла-бла-бла-бла-бла. Вот мы сохранили. Кнопочку сюда переместили. И выбираем любой другой вообще момент. Хоть вот сюда нажимаем. И жмем Compile. Вот. Теперь сохраняем этот файл, когда мы закончим. То есть вот эти стринги, про них не забываем. Здесь основная часть вообще текста, потому что здесь в диалогах в основном чисто ради какого-то визуала. То есть здесь текст может быть вообще не задействован. И он может быть использован именно как стринг тейбл. Вот этот вот. Все, закрываем. У нас появился V32URSDVLOriginal. Мы его удаляем. Он нам не нужен. И нам надо перейти в папку Ruru. Нам надо каким-то образом этот файл удалить. Но он в основном не хочет удаляться. Вот. Переходим на вкладку Security. Advanced, то есть расширенные. У нас вот Owner Trusted Installer. Жмем Изменить. Пишем Administratory. Ну или Administrators. Проверить имена. Жмем ОК. Переменить. ОК. ОК. Изменить. Allow. 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 Везде полностью прям разрешаем. Абсолютно везде. Вот. То есть на русском там просто разрешить. И удаляем. Хотя можно кстати обойтись просто Unlocker. Это делается в два клика. Вот. Но можно и стандартными средствами. Теперь просто вставляем. И у нас все готово. Теперь закрываем. Вообще забываем про эту папку. Просто не дышим ее. Потому что GMagics может рухнуть от любого вообще вдоха. Опять же вот выбираем вот этот пункт. Comet Changes обязательно ставим. И Unmount. Все. А теперь вообще желательно не сворачивать это окно. Потому что как я говорил. Оно может упасть и выдасть какой-то эррор. Знаку просто. Знаку просто. Знаку просто. А. Ну вот. Я нифига не делал. У меня почему-то знаку просто вылез. Ладно. Попытка номер два. После того как мы закончили с бутвимом. И он у нас полностью успешно сохранился. Открываем Ultra ISO. И открываем в нем образ. То есть стандартный образ системы. Теперь переходим в Sources. Ищем здесь бутвим. Удаляем его. И заменяем на наш собственный. Ну и все. Осталось только сохранить этот источник. Я назову его просто видео. Сохраняем. И ждем. Параллельно мы можем как раз таки выбрать источник видео. Пока у нас он сохраняется. И сейчас он дойдет до конца. Все. Теперь открываем виртуальную машину. И наблюдаем что мы накошеварили. Так. У нас система стартует. Если бы точнее установщик. У меня нет ключа продукта. И сейчас будет заметно. Как я поменял. А. Вот здесь. Ой. Да. Я именно полную установку убрал. А обновление оставил. У меня теперь вот такая штуковина. Можем переключиться на таб. Нажимать пробел. И вот у нас такой текст. А еще если мы нажмем создать. У нас здесь будет кнопка применить. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Желаю всем удачи. И до скорой встречи. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.